Сборная Дагестана по вольной борьбе приступила к финальному этапу подготовки к Олимпийскому сезону. Первым стартом 2020 года для большинства спортсменов станет гран-при Иван Ярыгин в Красноярске. В какой форме наши борцы подходят к этому международному турниру, узнал Курбан Рагимов. Работая сквозь капли пота, у этих 70 дагестанских вольников лишь одна забота. Впереди у большинства борцов первый старт Олимпийского сезона. Пришло время заявить о себе во весь голос. Основная цель – это попасть, чем больше ребят наших попадут на Олимпийские игры. И здесь уже нам не столько важно, сколько там победителей будет. У нас есть веса, которые нас интересуют. В некоторых весах у нас уже практически определились те люди, кто попадет на Олимпийские игры. А есть веса, где мы можем там зацепиться. Это 86, 120. Борцовская дружина тренируется в пригороде Махачкалы на новой приморской базе. Первый этап подготовки команда прошла в Адлере, где в основном вольники работали с железом и бегали кроссы. Здесь же они больше времени находятся на ковре, оттачивают технику и тактику, проводят контрольные схватки. Главная задача – планомерно подвести свой организм к соревнованиям. Подготовка идет очень хорошая, интересная работа сейчас. До этого у нас в Адлере сборе были и физически там готовились. И сейчас работаем на технику. У всех хорошее настроение и приятно здесь работать. Вчера тоже так же утром ковер давали, вечером качка, игра и бассейн был у нас. Для каждого спортсмена сборы – это хороший обмен опытом. Традиционно к дагестанской команде подключаются бойцы смешанных единоборств, а также титулованные борцы, представляющие зарубежные страны. Умар Нурмагомедов и Брагим Саидов звездный состав еще успеет пополниться. Работаю в основном со своими весами. Это Шамиль Амаров и другие ребята. Это Касом. Ну, в основном совесть. Гази Магомедов подсказывают, другие подсказывают. Но в основном такие, чтобы с ноги посадить, с корпуса полозиться. В основном мне эта работа нужна. Здесь очень шикарные условия, хорошие тренера, соперники. Все на высшем уровне. Я, как вы сами знаете, очень долго выступал за сборную Дагестана. И знаю, что такое дагестанский сбор. Через год очень соскучился по этим сборам. Конечно, хотелось бы еще раз попасть на Олимпиаду. Для этого надо выиграть лицензионный турнир, который будет. Один будет в марте месяце, а другой в конце апреля. Ну, попытаемся. Будем делать все возможное для этого. Ярыгинский турнир в этом году не вошел в число рейтинговых. Однако специалисты уверены, что уровень конкуренции в этот раз будет даже выше, чем в предыдущие два года. Выступить в столице Сибири смогут медалисты прошлогоднего Гран-при, турнира Алланы и молодежных первенств мира и Европы, а также первая пятерка чемпионата России. В команде рабочая, позитивная атмосфера. И это несмотря на то, что многим спортсменам предстоит бороться за призовые места между собой. Отношения не меняются. Все близко, как братья общаемся. Нет у нас такого. Но на ковре, конечно, уже мы боремся, выходим. Не смотрим, что друзья или братья там. Во время самой схватки зарубаться. Ну да, конечно. Все на равных почти. Кто лучше себя чувствует, тот и выиграет. Мы-то все силы отдадим. И там уже от сиющего все, как получится. Большое желание есть, как у других спортсменов. И я думаю, если в хорошем форме мы войдем, решало, выиграем тоже Ярыгинец. Финальный этап подготовки к Ярыгинскому турниру продлится две недели. Гран-при в Красноярске стартует 23 января. По его результатам определится состав национальной команды на чемпионат Европы, который пройдет в середине февраля в Италии. Курбан Рагимов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.